Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил министру сельского хозяйства страны совместно с руководителями регионов контролировать уровень цен на продовольственные товары в условиях эмбарго. Первым регионом для Николая Федорова стала родная Чувашия. Протокол на то и есть протокол, чтобы его соблюдать. Но последний приезд в родную республику министра сельского хозяйства России, экс-президента Чувашия Николая Федорова, знатока этикета, заставил многих усомниться в этом. Непонятно как, но обычная рядовая поездка домой на новогодние каникулы за короткое время успела превратиться в миф об официальном визите. При этом организаторы не сочли нужным даже формально поставить в известность администрацию главы Чувашии и профильное министерство, как того требует регламент взаимоотношений центра и региона. Да, действительно, о приезде Федорова Николая Васильевича я узнал из средств массовой информации. Никакого официального обращения к нам не было. Конечно, нам бы было очень интересно услышать из первых уст особенности изменения государственной программы, о том, как будут изменяться правила. Тем более с учетом того, что ставки банковские повысились и от этого будет зависеть, как будет развиваться сельскохозяйство, будет ли субсидироваться ключевая ставка или ставка рефинансирования. Но, к сожалению, ко мне даже телефонного звонка не было, хотя по предыдущим приездам мы решали это и сбор актива и организация всех совещаний просто по телефонному звонку. К сожалению, этого не произошло. На самом деле, поводов для встреч с руководителями сельхозпредприятий, перерабатывающих комбинатов, фермеров было предостаточно. Аграрии республики давно ждут конструктивного разговора с главным аграрием страны, рассчитывая на понимание и искреннее желание помочь землякам. Но не случилось. В Чувашии, как и по всей России, наблюдается рост цен на продовольственные товары. Этого никто не отрицает. И обстоятельно откровенный разговор с местными товаропроизводителями о причинах такой ситуации был более чем уместен. Как говорится, со стороны виднее. Вместо этого Николай Федоров предпочел скоропалительную встречу на хлебокомбинате номер один. Ускопрофильный разговор о ценах на муку, хлебопекарные компоненты. Остальные аспекты как-то выпали из разговора, а вопросов осталось много. Да, в условиях эмбарго продовольственный рынок сильно разогрет. Кем? Да и теми же спекулянтами, которые всегда пытаются заработать на кризисных явлениях и, собственно, покупателях. Достаточно вспомнить недавний предновогонний ажиотаж на гречку. Ее цена зашкаливала аж за 100 рублей. Сейчас ее свободно можно купить в любом магазине по обычной цене в районе 50 рублей. Предвидя искусственное завышение цен, еще в ноябре-декабре представители органов власти Чувашии, специалисты профильных министерств, депутаты разных уровней, проводили совместные рейды по торговым сетям с целью предупреждения необоснованного роста цен. В республике достаточно продовольствия. У нас Чувашия, она аграрная страна, прямо скажем, аграрный регион. У нас всегда, мы сами обходили своими продукциями. Республика, она всегда была самодостаточная. Я думаю, она будет, и такая перспектива есть. Что касается вот этих цен, в условиях рынка, где-то в одном регионе сверхвысокие, в другом сверхнизкие цены, так не может быть. Само по себе рынок это не позволяет. Поэтому всем надо работать сейчас. Подготовиться к весенним полевым работам. Создать условия, чтобы фермеры, крестьяне, индивидуальные подсобные хозяйства, сельско-ясные предприятия, ну, любой формы, собственность, любую организацию правовой формы, чтобы чувствовали какую-то самую заботу, мотивация должна быть с тем, чтобы расширили площадь его тех культур, чтобы они чувствовали, что продукцию эту можно реализовывать, реализовывать без какого-то давления или ущемления их интересов. Тогда у нас в продукции появится и молоко, и мясо, и овощи, и все остальное появится. Понятно, что нельзя исключить сезонное повышение цен. Так бывает зимой с молоком, некоторыми овощами. В условиях экономических санкций аграрии должны выходить на новый уровень производства. Это прекрасно понимают и в Министерстве сельского хозяйства Республики. Здесь подготовлен солидный инвестиционный портфель, часть которого уже одобрена и в федеральном ведомстве. Основной упор сделан на развитие животноводства, переработки. Это крупный проект. Это агрохоллнхюрма, строительство птицфабрики. В прошлом году, в сентябре месяце, был получен кредит в размере 3,15 млрд рублей. И это позволит нам в ближайшие два года увеличить объем производства птицы на этой птицфабрике до 50 тысяч тонн. Конечно, приоритетом ставим развитие молочного скотоводства, так как это первоочередная задача. И у нас в этом году планируем как минимум тысячи голов дойного стада. Это у нас в Урнамском районе, ну и в Цивильском районе планируется такую ферму построить. Кроме крупных инвестпроектов будут и маленькие, это включая и фермерские хозяйства. Потому что в целом я хочу сказать, что у нас Чувашка Республика не такая большая по размерам. И с учетом густонаселенности. Поэтому средние фермы, я считаю, что это правильное направление, и мы его будем продолжать. Ажиотаж вечно продолжаться не может. По итогам рейдов и монетарирования цен в правительстве готовится масштабная встреча с представителями торговых сетей и местными производителями, предпринимателями, на которые будет выработана ценовая политика нынешнего непростого периода. И здесь рекомендации, советы, поддержка экс-президента Чувашии Николая Федорова будет очень кстати. У государственных мужей отношения могут быть только государственные, работающие только в интересах государства, в интересах народа. Мы должны, как сказать, работать в одной упряжке, чтобы решать те или иные проблемы, которые стоят перед республикой. Не, как сказать, не подставляя или не мешая. Я думаю, Николай Васильевич Федоров, бывший президент нашей республики, государственный деятель Российской Федерации, все-таки он должен сделать в этом отношении первый шаг с тем, чтобы с открытой душой прийти в республику, помочь республике дальше развиваться и помочь нашему народу. Спасибо.